Рядовой Володя Барунов писал домой. Уже задумываюсь, куда пойти работать после армии. Скоро я буду смотреть на лес, на воду, а не на эти пустыни и горы. Но родные края он больше не увидел. Владимир прослужил в Афганистане ровно два года, день в день. Погиб от осколка в одном из боев в провинции Кандагар. То, что на похороны мы ходили, я не могу время года вспомнить. Я не могу. Но то, что это было у нас в поселке такое событие, что равнодушный никто не остался к этому событию. Было очень много народу на его похоронах. По инициативе коллектива местной школы номер 164, где учился Володя Барунов, в 2005 году на его родном доме появилась мемориальная табличка. Как и Володя, в боевых действиях в Афганистане участвовали 18 тысяч жителей Самарской области. Больше 200 из них не вернулись. Вообще, как бы то время, но все было такое. То есть, в ожидании либо друзья, родственники, знакомые оттуда вернутся, либо живыми, либо грузом 200 в ЦИНКе. Как бы, понятно, ждали живых, но получилось так, как получилось. Кто вернулся, кто, значит, навсегда остался. Память о Владимире Барунове в Березе бережно хранят. Общественники рассказывают в планах выпустить книгу памяти и оформить стенд в школьном музее. В день воинской славы жители поселка собрались на митинг. После привели в порядок могилу героя. Владимир Ильич единственный афганец, который погиб из поселка Береза. И он у нас как символ, который мы чтим. Жители уверены, такие патриотические акции нужны поселку. Благодаря активистам общественного совета организовывать их становится проще. Ведь в его составе люди неравнодушные, хранители традиций. Их, нацеленных на созидательное развитие города в целом, ждут в районных советах. На них сделают ставку жители на выборах 13 сентября. Валерия Макарова, Константин Головин. События.